ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 других команд. Ну, собственно, все. Это третий этаж, это территория игроков. Пойдем дальше. Когда мы говорим, что это студия, это на самом деле не студия. То есть это, по факту, полноценный киберспортивный дом полного цикла, в котором есть все. То есть мы здесь игроков тренируем, то есть, это точнее, они сами тренируются, да? Здесь они могут покушать и отдохнуть. Мы здесь же готовим полные отчеты. Мы фотографируем игроков, мы выдаем трансляцию, мы выкладываем после матча в интервью, практически моментально. Мы сообщаем в ходе текстовых трансляций о том, как идет день. То есть, если ты любишь профессиональные соревнования по League of Legends, то ты можешь в день матча не смотреть трансляцию, а получать всю информацию, например, из социальных сетей. Либо ты можешь зайти на наш сайт и получить полный отчет, либо ты можешь смотреть эфир. Дождался здесь, видишь? Ждал долго очень, но вот здесь... И по четверым. Доматика все получили, Лула вообще сгорела. Мы пытаемся делать все на уровне большого спорта. Для этого нужны такие инвестиции инфраструктурные, для этого нужны ребята, которые работали на телеке, потому что, ну, если ты не будешь работать так, как работает большой спорт, то тебя никто не будет воспринимать всерьез. А мы именно хотим заявить, что, ребят, мы все-таки не игра, не просто киберспорт, мы именно спорт на десятилетие. И в целом цифры по зрителям и по активным игрокам, которые больше 100 миллионов в месяц, они говорят о том, что мы, в принципе, массовость эту имеем. Например, финал чемпионата мира в прошлогодний смотрел 43 миллиона человек. Для сравнения финал NBA смотрела чуть меньше, там больше 30 миллионов человек. И я не могу верить, что это трипл за бруси. И это будет то же самое. И это не будет 2014 чемпионат мира. Я предлагаю вам пройти, вы просто поймете, насколько это огромная студия на самом деле Просто зайти за стойку и понять весь масштаб Это огромный стол, за ним помещается 4 человека, при желании может стать даже 8 Здесь все здорово оборудовано с точки зрения света И, как видите, телесуфлер, камеры, все как надо Я предлагаю пройти сюда Здесь вы увидите, мне очень нравится это место, тут толстое стекло И за ним видно, как ребята работают в аппарате И очень такая живая картинка, как, знаете, может быть в сериалах Newsroom и так далее Все работают, все хорпят Чувство реально охренительное, потому что я сразу себя чувствую каким-то важным Комментатор, который здесь стоит, а у вас стоя, да, это будет комментатор? Да, конечно, только стоя Слушай, это реально круто Мне не хочется уходить, что ты смотришь Приходи к нам работать, шеф-касту Храните пивного дерева, да, работа мечтая Дисциплина незаметная Сейчас мы пройдем мимо комментаторского стола Здесь комментаторы работают Ну и здесь, собственно, арена Зрители сидят, смотрят за матчами киберспортсмена на своих местах Давайте постараемся их не отвлекать Потому что момент довольно напряженный Игра скоро решится Здесь каждые выходные, с тех пор, как мы открыли эту студию в конце января, с началом сезона Все наши 8 команд, которые раньше играли в онлайне Играли у себя из дома Кто от родителей, кто из общежития Кто как придется, там, не знаю, из компьютерного клуба Теперь они играют централизованно из одной локации Все сидят вместе, как одна команда Имеют возможность соответствующим образом между собой коммуницировать И что немаловажно, мы имеем возможность все их действия контролировать То есть у нас есть судьи, которые следят за каждым их движением У нас есть IT-техники, которые помогут в случае, если дропнулся интернет, сломалась мышка, какой-то проводок отошел Все эти вопросы мы имеем возможность оперативно решить И они не будут влиять на трансляцию И игроки не будут бесконечно долго ждать, пока там технические неполадки будут решены Вид с этих камер, он попадает в нашу прямую трансляцию Причем у зрителей имеют возможность следить за эмоциями игроков в процессе матча Могут смотреть, кто там нахмурился, кто радуется, наоборот, чему-то супер успешному и так далее Здесь есть специальные гарнитуры игроков, через которые они общаются Что у них специального? Специально то, что туда выводится белый шум Вот слышно, как они шипят Это специально делается для подавления различных звуковых помех, которые в этом павильоне могут возникать Они могут возникать от зрителей, могут возникать от комментаторов Просто кто-то зашел там и чему-то бурно радуется Это все не должно залетать в микрофоны игроков Поэтому белый шум позволяет от этих звуков дистанцироваться Они слышат только свою коммуникацию и только звуки игры А теперь мы с вами идем в закулисье Сейчас уже идет прямой эфир Так что мы не будем шуметь Смотрите, сейчас работает стол аналитики Он находится там Так что я не могу вас внутрь запустить Но мы аккуратненько заглянем за окошко Посмотрим в аппаратную И когда ребята закончат, мы зайдем внутрь, пообщаемся с режиссером трансляции Посмотрим на всю их внутреннюю кухню Это стол для тренеров Дело в том, что тренер может общаться с игроками во время драфта, выбора чемпионов Но после он не имеет права дать им никаких комментариев Потому что понятно, у него есть возможность посмотреть трансляцию Понять, как играют другие чемпионы и сделать какие-то подсказки Поэтому тренер здесь может надеть наушники Слышать все, что обсуждают игроки Чтобы сделать себе пометки на будущее Так, окей, этот сделал неправильный выбор Этот пошел не туда Потом с ними устроить разборки Так что здесь садится один тренер Другой тренер садится в другой зоне Итак, заходим в аппаратную Вот, собственно, Олег, кстати Олег Сукалкин Человек, который построил эту студию Все, что вы здесь видите, это его заслуга Здесь просто ходит магия Отсюда идут трансляции Видите, большое количество мониторов Там есть режиссер трансляции И это еще часть, которая он-сайт Понятно, есть люди еще, которые удаленно помогают многое делать Графику там рисуют, допиливают и так далее Мы еще будем, конечно, украшать комнаты Мы собираемся поставить фигурки Повесить больше фотографий, портретов Потому что мы гордимся достижениями Собрать стадион там вроде ВТБ Да, большой хоккейный стадион Это немало И, на самом деле, в прошлом году мы приглашали на ВТБ спортсменов Прославленные спортсмены, чемпионы И мы когда у них спрашиваем Ребята, ну как вы относитесь к киберспорту? Нравится ли вам, что такая движуха? Что столько людей приходится смотреть, как другие люди играют? Они были очень грустные Говорят, слушайте, наши турниры там никто не смотрит На трибуне никого не бывает А вот тут стадион 12-тысячный У нас бомбит Некоторые не понимают А почему надо смотреть игру вроде как на стадионе Там, не знаю, на большом экране И мы, судя по себе Действительно очень круто смотреть на большом экране Когда рядом люди, которые так же, как и ты, шарят в игре Потому что ты смотришь дома Окей, он убивает там какого-то монстра Убивает чемпиона Ну, типа, прикольно Но и вроде эмоций больших не испытываешь А когда ты смотришь с кучей там людей, которые шарят в этом И все начинают кричать там, стучать палками Там, взрываться, ну как на футболе Атмосфера совсем другая Поэтому, к слову, мы проводим в регионах Показы Мы показываем в кинотеатрах Куркнейшие турниры международные, в первую очередь Чемпионат мира Уолкард, еще что-то И люди собираются в Питере, в Москве, в Екатеринбурге Собираются полные кинотеатры Люди собираются со снеками И 5-6 часов проводят кинотеатры непрерывно Это очень круто Ну вот, вот такая арена По мучению все Riot Games По мне так просто охренительная Это реально, ну, вызывает гордость Что в нашей стране видеоигры Что они вот до такого доросли И что у нас есть прям настоящая арена Настоящий стадион И это не разовая какая-то история А постоянная И, ну, респект Riot Games Что они так вкладываются в русское комьюнити Настолько заботятся о своих игроках Это круто Для меня все началось с компьютерного куба Никто не был из моих знакомых Уверен, зачем мне это нужно Ставьте лайк, если вам понравился рассказ И хотите еще чего-нибудь про киберспорт Пишите в комментариях то, что думаете Понравилось, не понравилось Что в будущем нас ждет Не от лукавого ли это Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали Ну и увидимся в следующих сюжетах Счастлива Жасты хотят выиграть две старшего дракона Это может им стоить Миракол! Миракол умирает! Данк умирает И Тора получает удар от башни Боум убивает Райнова Натик совершает три убийства Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok